Здравы будьте, люди добрые! Сегодня мы будем разбирать еще один интересный миф из книги Каледы, из Веды Велеса, который называется «Снегурка и Лель». Частично этот миф сохранился в виде сказки про Снегурочку, которую многие, наверное, хорошо знают. Но теперь мы будем читать миф в полном объеме, а главное, поясним для себя некоторые непонятные до этого места, которые были в обрезанной сказке о Снегурочке. Я прочитаю миф целиком, ну, как обычно, а потом мы его разберем настолько, насколько мы можем себе это позволить в настоящее время. Возможно, кто-то увидит в этом мифе еще что-то, какую-то полезную для себя информацию. Итак, начнем. Как в лесах дремучих, ура, реки, жили Велес и Вилла Сида. Был весною Велес ярилую, Вилла Сида вешнею тальницей. Где пролетывал ярый Велес, вместе с тальницей светогоранной, таял снег, росли яровые. Был зимою Велес морозкою, Вилла Сида метелицей вьюжницей. Где Морозушка пролетал вместе с вьюжницей метелицей, там снега ложились высокие, реки леденели широкие. И снега талого вешнего Велес с Виллой слепили девочку и назвали ее Снегурочкой. И качали доченьку в люлечке, и Снегурочку так баюкали. Спи, дочурочка, спи, Снегурочка, ты из вешнего снега скатана, вешним солнышком нарумянина. И росла дочурка-снегурочка, и такой красавицей стала, ни пером описать не вздумать. Ее кожа бела ровно белый снег, словно смоль черные ее волосы, как кровиночка губы алые. А у реченьки той смородины Леля жила с огненным змеем, и родила Лелюшка сына златокудрого, златогласого, и назвали сыночка Лелем. И сыночек Лель был на возрасте, словно сокол ясный на возлите, и играл на гуслях яровчатых, пел он голосом соловьиным, и прислушивались к нему и леса, и горы, и долы. А снегурочка, дева юная, так с метелицей говорила. Ой, не спится, мне не дремлется, и сердечушка беспокоится. Я в окно гляжу, в юженьку сторожу. Ой, ты, дитятка, не тревожься, отвечала ей мать-метелица. То метель метет, ветер стонет, дерева шумят, ветки клонит. Ой, мне скучно, мама, и грустно, так говаривала снегурочка. Во груди сердечко тревожится, худо мне, молодой, и не можется. Я пойду в лесок разгуляюсь, с милым дружком повстречаюсь. Отвечала ей так метелица. Ой, мороза, дочь, не ходи гулять в ночь, по снежку следов не протаптывай, те следочки не скрыть мне, порошицей, от печалюшки горя лютого. Но снегурочка не послушала и пошла гулять в лесок. Выходила на бережок. Бережок водой приулитый, сапожочками приубитый. Сколько она на ледок, подломился каблучок, подломился каблучок, пала дева на бочок. Некому руки подать, некому ее поднять. Тут по реченьке стук копыт, колокольцев звон, дили-дон, едет с песней лель на санях, на горячих своих конях. Говорила лелю снегурочка, ах ты, милый мой, друг сердечный, не проскакивай вдоль по речке, ты попридержи-ка коней, дай мне рученьку поскорей. Подал руку лель, говорил ей так, вот тебе рука, моя девица, а за помощь спрошу с тебя плату я, да не малую, поцелуй меня. Целовались они, миловались, а потом снегурка печалилась. Как же я вернусь к родну батюшке, говорил тогда лель снегурочке. Лесом ты иди, серой утицей, по двору иди, белой лебедью. В терем залетай, соколицию. Еще сказал красной деве он, твой высок терем, растворен стоит, а твой батюшка за столом сидит, он тебя будет строго спрашивать, где же ты была, дочь любимая. Отвечай так, родну батюшке, я была в лесу, серой утицей, во двери была белой лебедью. Залетала в дом соколицию, простит тебя, родный батюшка, и вернулась снегурочка к велесу. Все как лель учил, так и сделала. Но в печаль пришел мутрый велес, ой, дочурка моя, снегурочка, не встречайся ты с сыном лели. Знай, что с лелью есть у нас вражда, с тех времен, как выжжена ею под лопаткой моей тавро. Может быть, сын подослан ею, чтоб за старое отплатить. Но снегурочка возразила, лель снегурочку не обидит, он со мной и весел, и ласков, как с голубкой у голубок. Он обманет тебя, снегурка, ты растаешь, как вешний снег от любви и чарушек лели. Пусть растаю, нет лучше доли, все рождаются для любви и должна полюбить снегурка. А тем временем дева леля по палатушкам все ходила и брала на блюдце с яблочком. Как по блюдцу катала яблочко, так и спрашивала его, ты катись золотое яблочко, да по блюдечку, по серебряну, покажи мне, кто всех прелестней, кто прекрасней всех в Поднебесье. И на просьбу ту девы лелюшки отвечала блюдца обычно так, а и послушайте блюдечко ответ, лелюшки прекрасней в целом свете нет. И показывала милой леле и глаза ее голубые, щечки, яблочки наливные, кожу нежную, золотистую, волосы ее серебристые. И тогда улыблалась леля, наряжалась, красовалась, на себя она любовалась. Ныне вновь покатила яблочко, да по блюдечку, молода лелюшка, ты катись золотое яблочко, да по блюдечку по серебрянам, покажи мне, кто всех прелестней, кто прекрасней всех в Поднебесье. И на просьбу то девы лелюшке ныне блюдечка отвечала так. Как прекрасна ты, дочь сварога, но прекрасней тебя намного та младая дева снегурка Велеса и вилой дочурка. Ее кожа бела, ровно белый снег, словно смоль ее черные волосы, как кровиночка губы алые. И тогда младую снегурочку показала серебряно блюдечка. И от этих слов дева лелюшка рассердилась, разлютовалась и призвала лелюшка лешего и наказывала ему, чтобы в лес завел он снегурочку, рукой ноженьки повязал и одну ее оставлял. Заведи ее ты в дремучий лес зверю лютому на съедение. Вот пошла снегурка с подружками во зеленый лес погулять. Шла от кустка и до кустика, до деревца и до деревца и с подруженьками аукалась. Только вместо ее подружек стал аукаться с нею леший и завел ее в глушь лесную и явился там перед нею. Он хотел ее повязать. Стала плакать она умолять. Ах ты милый мой добрый леший ты оставь ко меня живую не бросай зверям на сведение. Пожалел ее добрый леший и оставил в лесу живую. Убегай скорее снегурка и упрячься от гнева лели. Та богиня тебя погубит. Побежала тогда снегурочка пробиралась в лесах дремучих и в болотушках тех зыбучих. Ветки больно ее стегали и колючки одежду рвали. И увидела свет снегурка. Вот пред нею стоит избушка и зашла в нее красная девица. Все в избушке то и было маленьким. Стулья, столик, а на столе семь тарелочек, а в них семь ложек, рядом чашечек тоже семь. Захотелось есть снегурки, садилась она за стол, и из каждой тарелки ела, и попила из каждой чашки. После в спаленку заходила, захотела в постельке спать, только ляжет в одном широко, а в другой кроватке высоко, лишь в последнюю ложилась, и закрывши глаза забылась. Тут хозяева возвратились, было это семь горных гмуров, что в горах руду добывают. Видят в доме все в беспорядке, стали спрашивать друг у дружки, кто на стуле моем сидел, кто без спросу здесь пил и ел, со стола кто ложечки брал, и постелюшку кто помял. Тут один увидел снегурку и позвал к себе остальных. Избежали все гмуры в спальню, осветили они снегурку. Боже, что за чудное дело? И проснулась тут снегурка, и ее семь гмуров спросили, как же звать тебя красная дева? Называют меня снегуркой, я дочь Велеса с Вилой Сидой. И она рассказала все о преследованиях богини, о том, как по лесу шла и в избушку их забрела. И решили гмуры помочь, и отлили ее упрятать, и осталось оно гмуров. Каждый день уходили гмуры на работу свою в рудник, а снегурочки говорили, берегись, снегурочка Лели, никого в избу не пускай, ибо скоро узнает Леля, где ты прячешься от нее. А в ту пору богиня Леля по палатам своим ходила и брала то блюдце волшебное, как по блюдце катала яблочко, так воспрашивала его, ты катись золотое яблочко, та по блюдечку посеребрянную, покажи мне, кто всех прелестней, кто прекрасней всех в поднебесье, и ответила Леля блюдце, как прекрасна ты дочь сварога, но прекрасней тебя намного дева, та, что живет у гмуров, за лесами и за горами, в их избе, за семью степами, и волшебное это блюдечко показало ей вновь снегурочку, и от этих слов дева Лелюшка рассердилась, взлютовалась, обернулась она в старуху, стала ведьмою Калий Юдой, и ходила Леля во черный бор, рыла злые она кореньи, готовила зелье лютое, и сливала зельюшка в чашечку, опускала в ту чашу яблочко, и явилась Леля с яблочком у окошка юной девы, продаю золотые яблоки, говорила она снегурки, а кто съест волшебное яблочко, обретет вечную молодость, и взняла снегурочка яблочко, и немножечко откусила, и тотчас на землю упала, и уже она не дышала, рассмеялась Леля грозно, да, кто съест волшебное яблочко, не состарится тот вовеки, вот вернулись с работы гмуры, видят вот на земле снегурка, это Лелюшка Калиюда усыпила нашу снегурку, и тогда они положили тело девы в хрустальный гроб, отнесли его во пещеру, и во темной зале пещеры гроб повесили на цепях, а тем временем юный Лель все ходил и искал снегурку, он искал ее по лесам и искал ее по полям, забирался в крутые горы и бродил по берегу моря, обратился он к солнцу красному, ай ты, батюшка, солнце красное, днем ты землю все освещаешь и весь белый свет озираешь, ты не знаешь ли, где снегурочка, Виллиса и Вилла дочурка, солнце батюшка отвечал, я снегурочки не видал, может месяц снегурку встретил, темной ночью ее приметил, лелик месяцу обратился, ай ты, батюшка, ясный месяц, ночью землю ты освещаешь, весь подлунный мир озираешь, ты не знаешь ли, где снегурочка, Виллиса и Виллы дочурка, дочурочка, месяц батюшка отвечал, я снегурочки не видал, может ветер снегурку встретил, на дорожке ее приметил, и отправился лелик стребогу, ай ты, батюшка, ветер буйный, виваешь ты каждый камень и листочек и стебелек, не встречал ли ты, где снегурку, Виллиса и виллы дочурку, ветер батюшка отвечал, есть за реченькой смородиной, за горой той Сорочинской, вход в пещерушку ту печальную, а в пещерушке гроб хрустальный, на золотых цепях он во тьме висит, в нем снегурочка непробудно спит, поскакал тут лель по дороженьке ко пещерушке той печальной, ехал он лесами дремучими и болотушками зыбучими, и нашел печеру печальную, подходил ко гробу хрустальному, открывал он крышечку гроба, снегурочку целовал, я колечечко одевал, вот тебе колечко снегурка а колечко то золотое было выковано с ворогом и подарено леле змеем ладой матушкой самой и от самого дня творения сила в нем была возрождение и очнулась от сна снегурка и открыла ясные очи здравствуй лелюшка мой прекрасный здравствуй милый мой сокол ясный и тогда венцы принимали лель сын волха и дочь мороза в день великой богини сречи на ярилиной той горе и пошел от снегурки с лелем род снегуров который слился с родом яров волатаманов снег и солнца огонь и стужа слились вместе в его крови будто память от той любви и теперь все славят снегурку и прекрасного бога леля также велеса с вилой сидой как видите в этом мифе собраны частями и сказка снегурочки о леле и частично сказка пушкина семи богатырях и спящей царевне ну вот в таком варианте этот миф дан в книге коляды а теперь попробуем разобраться о чем же в принципе здесь говорится итак у велеса и вилы сиды его жены рождается дочь снегурочка как видим велес может выступать в разных ипостасях в разных образах которые связаны с миром природы вернее с природными явлениями с природными силами энергиями весною сила велеса выражается в ярой силе солнца ярилы его сына ну как помним по мифу ярилы это был это сын велеса в виде вешней талицы когда горячие лучи ярилы согревают землю матушку и начинается таяние снегов и льда а вот зимой велес это дед мороз тот самый наш русский дед мороз морозка и сила его это метелица недаром велес считается покровителем волхвов которые в давние времена умели управлять погодой с одной стороны как мы говорили ранее велес это один из наших первопредков хранитель душ и следовательно родового древа нашего народа с другой стороны он тесно связан с природой и с ее силами ее покровитель а значит и мы его потомки связаны с этими силами природы тесным образом предлагаю вам поразмешлять над этим а мы идем далее рождается дочка снегурочка из бешнего снега талого и вырастает красавица и когда она выросла когда вошла в возраст так сказать стала она томиться а почему да потому как сердце ее не знало еще что такое любовь об этом собственно говоря и весь миф но давайте по порядку и мать снегурочки метелица и отец мороз кавеля с мудрой предупреждает ее что сама любовь леля может принести не только радость но и печаль потому как снегурочка ее душа еще не знает что это такое ведь путь познания любви может принести и счастливый и горький опыт родители предупреждают но насильно не удерживают дочь от познания и снегурочка же говорит что все рождаются для любви и ей не страшно от нее растаять и в конце концов по своему желанию она встречает свою любовь леля который является сыном лели и огненного волха когда мы рассматриваем первую встречу лели леля и снегурочки то здесь примечательна одна деталь снегурочка подворачивает каблучок и падает на лед лень же подает ей руку в помощь и так они знакомятся дело в том что обувь и каблучки в частности связаны по символике с партнерами с партнерскими отношениями вот так и выходит подвернула каблук встретила своего суженого кому интересно тот может провести исследование найти несколько примет связанных с каблуками и с обувью и все они касаются в основном партнерских отношений вот еще один ключик связанный с символикой но есть еще кое-что в астрологической традиции обувь и ступни ног связаны со знаком рыб а планета Венера символически связанная как раз функциями любви земной находится в экзальтации в своей как бы высшей силе в этом знаке так вот как мы увидим в дальнейшем в мифе как раз и описано как может проявляться любовь в человеке при таком положении Венеры то есть как может проявляться экзальтированная Венера и чем опасно и полезно такое положение ибо экзальтация планеты это еще не значит хорошо во всех случаях но эта информация более полезна наверное для изучающих астрологию я даю эту информацию только чтобы подчеркнуть что в принципе наши мифы сказки они имеют очень много уровней и их можно рассматривать каждый раз по новому и черпать новую новую информацию в том числе здесь конечно прослеживаются астрологические знания и вот снегурочка вступает на путь познания что же такое любовь далее нам рассказывается как Леля богиня молодой весенней любви превращается из-за зависти красоте снегурочки в злую старуху и усыпляет ее отравленным яблоком давайте разберем эту мистерию и как такое вообще возможно представим себе вот такую невскушенную девушку душу снегурочку вставшую на путь познания что же такое любовь она не знает что это такое поэтому и снегурочка холодная но очень хочет познать любовь ибо без любви ей холодно и она говорит что все рождаются для любви но в том то и дело что любовь в описании именно этого мифа имеет два лица первое это любовь эгоистическая направленная только на себя когда человек делает себя центром вселенной и не дай бог если кто-то затмит его или ее своей красотой конечно речь идет не о красоте души а о красоте тела опять же тогда он или она готовы убить своего конкурента именно такую любовь начала испытывать неискушенная душа зациклившись на своей красивой внешности вот именно в тот момент леля богиня любви весенней может превратиться в злую старуху именно такая эгоистическая любовь усыпляет то есть приводит к смерти духовной что и случается со снегурочкой ее неискушенная душа отравлена эгоистической направленной лишь на собственную персону любовью которая основывается даже не на чем-то вечном а всего лишь на внешне физической красоте помните леля пришла и сказала продаю золотые яблочки кто их отведает тот будет вечно молодым и снегурочка искусившись она берет это яблоко то есть она хочет вечной молодости красоты своему телу и снегурочка засыпает мертвым духовным сном когда в человеке все прекрасно и душа и тело это конечно же замечательно и так и должно быть к духовной же смерти приводит именно эгоистическая любовь только к самому себе основанная лишь на красоте своего тела унижение на этой почве других и возвеличивание себя однако в начале снегурочка ну или девственная душа пытается избежать этой участи она встречает семь гномов в сказке пушкина как я уже сказала это было семь богатырей заходит к ним в дом ест из семи тарелок ложится спать на подходящую кровать в моем понимании семь гномов это словно как бы семь предков семь поколений предков с которыми связана душа ступившая на путь познания в мир яви потому что именно генетику семи поколений в основном берет душа приходящая в мир яви какое-то время они ее оберегают она ест образно говоря их пищу то есть находится в их традиции культуре остается целой невредимой они защищают ее однако стоит им только оставить ее одну как злая старуха любовь эгоистична отравляет душу ядовитым яблоком почему яблоко тоже вопрос интересный насколько я знаю яблоко связано с нашими ушедшими предками зеленые яблоки оставляли на могилах пращуров по традиции яблоко же из этого мифа было отравлено злой старухой когда мы выходим из-под защиты предков выходим из своей традиции культуры наши души можно отравить возможно здесь идет указание на то что один из предков этой души образно снегурочки был отравлен точно так же как и она это перешло уже на потомка то есть потомку пришлось пройти этот же самый урок урок эгоистичной любви к себе и так эгоистическая любовь направлена только на самого себя из-за красоты телесной которая не вечно кстати приводит к духовной смерти именно здесь речь идет именно о духовной смерти не о какой-то физической именно духовной смерти и второе лицо любви Лели спасающие мы же помним как любовь Леля спасла из темного царства из царства змеев огненного волха в мифе же про снегурочку и сына Лели любовь также спасает заснувшую духовной смертью душу душа просыпается к жизни именно тогда когда начинает любить уже кого-то а не только себя снегурочка просыпается от любви Леля полюби кого-то истинной любовью и ты будешь избавлен от духовной смерти вот смысл этой мистерии к душе возвращается жизнь она снова становится живой и наполняется светом вот таковы основные уроки мифа снегурочки Лели если же вспомнить астрологическую традицию то вот вам и указания на плюсы и минусы экзальтированной Венеры такое положение Венеры в космограмме на том уровне на котором мы находимся сейчас может обернуться суперэгоистической самовлюбленностью либо спасти кого-то от духовной смерти пробудить к жизни а уж какой путь выберет сам человек зависит от его выбора от него самого от уровня его сознания и степени здоровья так сказать души что ж иногда для того чтобы исцелиться нужно познать боль желаю всем осознанного отношения к жизни спасайте своей любовью и будьте любимы благодарю за внимание и да забыла сказать о волнующем вопросе так растаяла снегурочка или нет как в известной сказке я думаю что растаял снег и лед души не знавшей любви а сама снегурочка превратилась в красивую теплую живую женщину жену и мать